К нам на портал Экзегет поступил следующий вопрос. «Говорят, что во время Таинства Венчания, стоя под венцом, можно что-нибудь попросить у Бога о семейной жизни, и это сбудется, так ли это?» Ну, сначала несколько слов о том, что такое Таинство Венчания и как оно проходит. Таинство Венчания — это благословение Божие на супружескую жизнь. Для меня это Таинство является, пожалуй, самым любимым, которое я больше всего люблю совершать, потому что в молитвах, которые читает священник, который поет хор, испрашивается мужу и жене столько благословений, что даже что-то еще дополнительно вообразить, о чем еще можно попросить, даже невозможно. Как это говорит со словами молитвы, «От росы небесные свыше и от тука земнага, исполни дома их пшениц, вина и леи, всякие благостыни, да преподают и требующим, молится священник». То есть церковь испрашивает для молодых полного изобилия небесных и земных благ. Как сказали бы раньше в такой шуточной форме, «воз и маленькую тележку, возьми столько, сколько унесешь». Вот буквально столько благодати преподается молодым в Таинстве Венчания, сколько они могут унести. О чем еще можно попросить? Вот о чем? Просится о том, чтобы молодые жили в любви и согласии, и на духовном уровне, чтобы у них было единство, и душевно, чтобы они друг друга чувствовали и понимали, и чтобы в постели у них было единомыслие и телеса. Даже об этом церковь испрашивает в молитве, даже о Плотском. И спрашивает всевозможного благосостояния, и спрашивает единство Духа в союзе мира. Семя долгожизненное, то есть детишек, очадьях благодать, неувидаемый славы венец. Церковь просит о том, чтобы мы увидели детей, своих детей, как новосаждение масличные окрест трапезы. Знаете, южная открытая кухня, на которой растет виноград, или маслины и грозди свисают в количестве, которое невозможно исчислить. Вот так церковь желает нам детей, наших детей, чтобы мы сами, наши глаза, увидели это при нашей жизни. Что еще можно пожелать? Наверное, этот вопрос, я не хочу как-то обидеть автора этого вопроса, исходит из того, что я пришла в церковь, или пришел в церковь. Тут надо мной совершается какое-то колдунство, смысла и значения которого я не понимаю. Что-то там такое, вот батюшка похожий на Деда Мороза, вырвет волосок из своей волшебной бороды, произнесет какие-то волшебные заклинательные слова. Я все это потерплю. Ну, опять же, красиво. Вот у меня будет красивое платье, хор будет петь красиво. Но я не понимаю, что происходит. Я не понимаю ни одного слова. Я толком не знаю, зачем я сюда пришла. И у меня есть возможность, когда на меня наденут венец, загадать желание, которое сбудется. Ну, если честно, я надеюсь, что мне даже не требуется делать какой-то вывод. Советую вам вникать в слова церковной молитвы и понимать, что больше, чем вам может предложить Господь через свою церковь в данном венчании, вам и попросить-то не о чем. Разве что о чем-нибудь греховном. А об этом лучше никогда не просить. Продолжение следует...